ребята всем привет и сегодня решил сделать небольшой обзор двух мониторов это электровой с новая линейка монитора да он такой уже более плоский более компактный то есть это если брать старую серию tx да она очень большая громоздкая то если брать уже новую серию которая вышла от электровой с активная да это pxm 12 mp то есть у них уже появился здесь могу показать сбоку процессор до dsp уже там управлял к плюс входа есть один xlr 2 даже тюльпаны где-то может на выезды что-то нужно очень интересно что здесь есть два пресета как мониторных да потом можно ставить как топ его ну и как гитарный комбик вот это кстати интересная штука что как гитарный комбик его можно использовать он реально звучит очень так глухо и может быть комут из гитариста в это понадобится где-то может в прокате не знаю ну и деби технологи fmx 12 кстати и здесь и здесь стоит коаксиальный динамик то есть динамик в динамике то есть драйвер стоит внутри здесь и сам динамик здесь девенажка стоит и здесь двенашка стоит и здесь тоже коаксиальный динамик здесь процессора нет как бы до дсп но здесь есть просто регулировка у нас громкости акселер вход параллельный выход и здесь там переключатель линейный микрофонный вход то есть чуть попроще да нет дсп процессора каких-то пресетов но мне кажется для монитора это не самое главное но самое главное сейчас поговорим о цене да это самые два таких бюджетных монитора потому что если брать сейчас много кто берет допустим ел x точнее zlx 12p как мониторы но они реально не подходят потому что они и по углу раскрытия так себе и по звучанию как монитор не сильно хорошо подходит для концертов потому что нужно чтобы вокал читался и обычно в тех акустических системах zlx там и дешевых а он не читается ну и плюс по компактности то есть это очень компактные не знаю то есть лист бумаги у меня да и вот вы можете видеть а4 по сути в высоту а4 листа и этот но это чуть-чуть повыше электровоз буквально чуть-чуть этот чуть даже пониже да то есть по сути у нас два компактных монитора сможете даже себе листа 4 померить то есть высота монитора очень низкий и компактный этот и этот то есть если брать по кубику то да по ширине то есть электровоз даже компактней но чуть меньше деби технологии по высоте но самое интересное то что мы замерили измерительным микрофоном и посмотрели фазу а также звучание по частотной характеристике потом я в конце скажу выводы по звучанию ну и как бы вообще по хорошему нужно слушать сказать даже по частотной характеристики измерением это одно но в живую испытать тот этот монитор лучше вообще приехать послушать что для вас больше подходит ну сейчас посмотрим нас мы с максом привет макс да мы замерили частотку у нас вот есть электровой да сейчас на первом пересете у нас в принципе частотка довольно таки ровные фаза адекватная вполне единственное есть такой всплеск на частоте у нас сколько это у нас 135 герц на 6 и 9 децибел есть небольшой подъемчик ну давай теперь посмотрим нас деби технологии посмотрим деби технологии вот у нас деби технологии по фазе он даже ровнее то есть мы видим до фаза у нас вообще ровные на деби технологии но у нас как бы по частотке тоже неплохо но есть всплеск на 133 герца на 10 децибел аж то есть нужно будет эквалайзером подрезать потому что все таки это многовато 10 децибел и это в звуке слышно хотя в целом монитор звучит неплохо но есть такой у нас всплеск кстати я не знаю можно еще показать электровойс у нас есть один пресет этот мы смотрели он самый такой есть второй пресет на то есть мы видим там на втором пресете чуть больше низа и срединки есть у нас как топ он работает больше низа наверное я не знаю кто использует его как топ на каких мероприятиях и фаза здесь раскручена и мы заметили что даже задержка появилась больше и фаза раскрутилась очень сильно поэтому как бы ну не знаю стоит ли это использовать и комбик вообще срез после этого не знаю сколько это у нас получается жесткий срез после 3 3 3 8 килогерца вообще спад пошел и все то есть ну это как имитация комбо усилителя не знаю кому то нужно это будет или нет но они впихнули кстати также мы еще замерили ради интереса вот есть еще с десяткой монитор db technology и как бы интересно было как он звучит понятное дело что с двенашка не более плотнее звучат что db что электровойс но для небольших сцен вот как вариант у нас смотрите то есть частотка довольно таки ровная то есть есть небольшой всплеск здесь такой странный горбик у нас это 140 герц подъем на 7 и 64 децибела но здесь по высоким такой нормальный по фазе тоже более менее все неплохо ну я считаю если у вас бюджет небольшой дебе технологии довольно таки неплохой вариант для вас и допустим если брать двенашку до fmx 12 розничная цена 645 евро если брать десятку 525 евро электровойс 1019 евро то есть электровойс на 400 евро 300 там 80 с чем-то евро дороже как бы но да там по низу он более ровнее и по звучанию он звучит более мягко дебе технологии звучит более резко при том что по частотке не как бы ровные но в живую нужно слушать почему потому что допустим если очень мягко с одной стороны может не так сильно хорошо читаться вокал если более резко для вокала возможно это будет лучше но не факт я считаю это нужно в полевых условиях их тестировать но очень хороший вариант появился с более среднего сегмента это электровойс ну и более бюджетный вариант это на данный момент сейчас самый бюджетный вариант на рынке который есть то есть именно как монитор коаксиальный это дебе технологии поэтому где-то так ребята всем спасибо за такое коротенькое видео но мы будем стараться снимать еще просто реально очень часто спрашивать за монитор и будете знать что есть такой вариант дебе технологии и электровойс если кому-то нужна помощь обращайтесь контакты в описании не забудьте подписаться на наш канал поставить колокольчик чтобы не пропустить следующее видео а также подпишитесь на нашу инстаграм страничку все всем пока